Марыся. Так зовут эту пушистую малышку. Ей чуть больше двух месяцев от роду и это ее первая в жизни фото и видеосессия. Журналистам ее демонстрируют с особой гордостью. Размножение рыси в неволе дело весьма сложное. А здесь еще и самец оказался слишком уж разборчив. Была большая проблема нашему самцу Феликсу, он у нас большой, красивый и мощный, подобрать самку. И по обмену с нескольких зоопарков к нам уже приезжали самки и не всегда все заканчивалось хорошо, как уже сказал директор. Одну самку он хорошенечко поранил. И наконец-то пришлась по вкусу ему дама. Нынешний год для Харьковского зоопарка выдался весьма урожайным. Детишек здесь родилось столько, что, как шутят сотрудники, можно ясли открывать. Медвежата, верблюжата, поросята, птенцы и змееныши. В общей сложности больше сотни малышей. Вообще же Харьковский зоопарк может похвастаться самой внушительной коллекцией среди украинских зверинцев. В нем живут около 7 тысяч животных, 400 различных видов. К солидному юбилею зоосад решили слегка облагородить, рассказывает директор Алексей Григорьев. На это даже изыскали 3,5 миллиона гривен. Эти деньги пойдут в том числе и на улучшение условий содержания обитателей зоопарка. Практически закончено строительство вольера для муфлонов и сибирских горных козлов. Полностью завершен и дом для гепардов с отапливаемыми вольерами. Заселить его обещаются в ближайшем будущем. Что касается комплекса «Африканская савана», где планируют компактно разместить обитателей этого континента, антилоп, зебр и жирафов, ТО сделали лишь наполовину. Залили фундамент, установили металлические конструкции. Стены и крыши обещают завершить ближе к концу года. Фактически зоопарк добивается того, что он поставил своей целью. То есть обеспечение всех биологических потребностей тех живых существ, которые здесь находятся. Сам же юбилей 6 сентября в зоопарке обещают отметить с небывалым размахом. Вилен Мода, Андрей Домову, агентство телевидения новости.